13.05 на часах и в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Тапузлеева и мой сегодняшний гость, депутат областного законодательного собрания Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, Дарья, добрый день, всех слушателей. Нас можно услышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8 909 720 101.0. Дмитрий Михайлович, не так давно вы вернулись из поездки в Крым, я так полагаю, что это была деловая поездка, туда ездила целая делегация, ездили за детским лагерем, собственно, который Кировская область должна получить. Накануне у нас со стороны чиновников взгляд на эту поездку представил зампред Алексей Вершинин. Сейчас хотелось бы послушать вашу точку зрения как депутата, как одного из авторов, автора, наверное, даже этой идеи. Всех ли договоренностей удалось достигнуть, то есть кто за чем ехали, с чем вернулись? Ну, Дарина, наверное, сразу сказать, что это очередная была моя поездка, да? Ну, не первый раз, третий, на следующий раз. Наверное, самое важное и самое главное, что, к сожалению, как я считаю, что то, что мы практически больше года не можем получить, то, что, в общем-то, считали, что должно пойти легко и просто, это говорит о том, что все очень как-то складывается сложно, на самом деле. На самом деле, тема уже такая немножко заезжена в плане того, что уже много кто дал комментарий по этой поездке и многие выступающие уже были и на вашем, как бы, радиостанции. Но, тем не менее, вот еще никто не акцентировался на том, что все затянулось. Да, то, в принципе, как бы, как раз такой большой десант, я считал, был нужен для того, чтобы все-таки эту тему куда-то там приколотить. Или мы все-таки, Республика Крым нам говорит, что окей, мы там готовы вам предоставить лагерь, или в какой-то форме отказать и объяснить, почему. Значит, я уже боюсь там что-то говорить. Мне показалось, что мы в этот раз таким большим десантом, и был и губернатор, и был председатель ЗАГС собрания, значит, и каждый по своему направлению, и по исполнительной власти, и по законодательной. На самом деле, законодательная власть в Республике Крым пока немножко выше, чем исполнительная, так мне показалось. Значит, и мы с каждой, со своей стороны, там, массу провели там встреч, массу сказали там правильных слов, попытались все-таки донести до наших коллег по Госсовету о том, что лагерь, на самом деле, Кировской области необходим, и я там, ну, довольно-таки долго выступал, объяснял вообще, что такое Кировская область, где она находится, какие у нас есть социальные группы, которых мы могли, потому что со стороны наших коллег там сразу возникали вопросы, а там точно ли будет это сохранен профиль, и точно ли там будет там это. Ну, немножко, я думаю, что новая, как бы сказать, территория не совсем понимает, что, в общем-то, если бы мы об этом лагере говорили лет 20 назад, да, это была бы там одна история, именно опасности, что он может куда-то не туда уйти. Сегодня уже жизнь в Российской Федерации так и изменилась, и что, если они думают, что кто-то из наших там чиновников может куда-то его под себя использовать или на свои нужды, ну, понятно, что это утопия. Ну, с другой стороны, их тоже можно понять? Ну, их можно понять, только они, наверное, одно не знают, что все наши чиновники уже давно имеют... По-лучше себе ждут. Да, и в других странах, и на других континентах, то, в принципе, им такой, как привлекательности, это и не может и быть. Ну, а из-за чего тогда вопрос-то сейчас этот лиц? Ну, на самом деле, очень сложно понять, почему. Может быть, это процедурно, может быть, это все встает на каком-то там среднем или низком уровне, но, по крайней мере, мне показалось, что в этот раз уже все, как бы, слова были правильно с нашей стороны высказаны. Значит, мне показалось, что и Республика Крым услышала, что у нас намерения только именно связаны с оздоровлением наших жителей Кировской области, и нам лагерь, на самом деле, очень нужен для того, чтобы наши дети, там, я уже говорил, различные социальные группы, и многодетные, и ветераны, и инвалиды, ну, на самом деле, мы уже обсуждали, и спектр вообще этих людей, которые могли бы воспользоваться именно этим лагерем в нашей области, очень большой. То мне, еще раз говорю, показалось, что, в общем-то, все наши аргументы были приняты, и я жду, что в ближайшие какой-то там две недели или месяц у нас все-таки какие-то уже оборот документов, он начнется. По крайней мере, нужно предложить форму, на каких условиях мы заходим на территорию. Ага, а с документами сейчас как будет работа вестись? То есть, кто это решение будет принимать? Я так понимаю, что, как бы, основную работу будут вести исполнительная власть, это правительство Кировской области и правительство Республики Крым. Ну, как бы, мы сейчас перешли в этот уровень. Понятно, что... Ну, то есть, документов еще никаких не подписано? Конкретно по лагерю пока нет. А по поводу вот состояния лагеря, тоже коллеги ваши были, Яговкин, Средькин, в эфире, ну, в принципе, сказали, что лагерь, в общем-то, в хорошем состоянии, но при этом озвучили цифру 50-60 миллионов, которые нужно туда вложить. Ну, для меня это точно хороший лагерь? Ну, смотрите, как бы, я его очень просто характеризовал, он называется «чистенько, но бедненько». Да, в принципе, в таком состоянии находится большинство лагерей и санаторий, там, Республики Крым. Мы просто много их объездили, поверьте, что это такой среднячок, потому что есть гораздо хуже. Ну, 60 миллионов все равно не мало. Ну, это оценка, как бы, моих коллег. На самом деле, мы можем сегодня вообще ни копейки не вкладывать, и там можно размещаться, и там можно находиться, и никаких проблем вообще нет. Лагерь, на самом деле, рабочий. Значит, он все эти годы принимал детей из других городов, там, из других территорий. Значит, в этом году он тоже работал, правда, единственное, что очень странно, потому что он отработал всего одну смену, и то неполную в июле месяц. Вообще, как бы, сезон в Крыму всего июль и август. У них всего две смены. Да, если даже в нашем, как бы, климате у нас там 3-4 смены бывают в летнее время в летних лагерях, то в Крыму всего есть две смены. Купальный, видимо, сезон. Ну, я не знаю, просто, видимо, может им там нравится всего работать 2 месяца в году. Просто на время поставить. Да, ну, по крайней мере, у них две смены. Это так, в большинстве лагерей в Крыму всего две смены. Это июль и август. Смены 21-23 дня. Но я-то, насколько знаю, мы этот лагерь планируем в перспективе круглогодичных. Смотрите, если мы, конечно, в перспективе, да, мы можем, в принципе, его загружать круглый год. Единственный есть вопрос. Если мы туда ничего не вкладываем, то мы его на целый год не запустим по одной простой причине. Там нет отопления. Значит, то если вообще ни копейки не вкладывать, а просто вот пользоваться то, что сегодня есть, то мы можем его загружать, в моем понимании, с мая по октябрь. Это примерно от 6 до 8 смен. Потому что, в принципе, уже в мае в Крыму тепло. А сейчас вот там тепло? Мы сейчас были в конце сентября. Там прекрасная погода, температура 32 воздуха, вода. Отсутствие отопления не помещает? 25, да. Ну, в принципе, отопление в сентябре точно не нужно. Значит, при этом я еще раз хочу сказать, что цифры, они чисто взяты на перспективу. Ну, то есть это уже изыски? Это не изыски. Конечно, я, конечно, 60-50 там не оценю. Но, если говорить по-честному, я бы, конечно, в этот лагерь вложил какие-то определенные средства, потому что, в принципе, он требует определенного ремонта. И особенно в рамках... Но все-таки наши дети, они уже живут в 21 веке. И, допустим, хорошее футбольное поле, или теннисный корт, или волейбольный корт там, да, плюс даже какая-то доступная горячая вода, плюс какие-то душевые, плюс, ну, что-то бы, допустим, если мы говорим о том, чтобы дети как можно дольше там находились, как и даже покупку велосипедов для того, чтобы можно было как-то организованно куда-то выезжать, то, ну, на самом деле, деньги по-любому там требуются. Вы же покупаете когда-быушную квартиру, потому что там хотя бы космический ремонт делаете, да? То, в принципе, тут тоже сама история. Значит, если деньги выделить, то понятно, что куда их потратить, мы однозначно найдем. Я имею в виду, что внутри лагерь. Значит, ну, если такой возможности не будет, то, конечно, можно ничего и не вкладывать. А в базе о этих деньгах когда будете поднимать? То есть это же все равно нужно... Смотрите, мне кажется, что мы должны однозначно, и мы проговорили с нашими коллегами из Госсовета Крым, о том, чтобы они не сомневались в том, что лагерь будет лагерем, и то, что мы сохраним ту фактически направленность, которую сегодня мы и говорим о том, что это оздоровление наших детей и жителей Кировской области, мы предложили им создать программу, принять ее на уровне законодательного собрания, с финансированием на 5 лет. Допустим, так она будет называться, оздоровление летнее время наших детей. Мы вот целую программу принять, при которой мы четко будем понимать, что ежегодично мы будем вкладывать... То есть эти деньги нужно будет уже учитывать? Да, мы должны их учесть в бюджете 16, 17, 18, 19, 20 года. Я считаю, что программа должна быть 5-летней. По каким-то совсем небольшим суммам, но мы должны его поддерживать совершенно в нормальном состоянии. А на 16-й год тогда в бюджет кто будет выходить с предложением о том, что какая-то сумма должна быть... Ну, мы тоже с коллегами, с нашими уже обсуждали, буквально когда ехали обратно, то, в принципе, мы готовы буквально после обсуждения бюджета 16-го года уже какую-то программу и какие-то суммы уже предложить правительству для того, чтобы они их рассмотрели. Тогда вот плавно, наверное, перетекаем как раз в бюджет. 8 октября пройдут публичные слушания по законопроекту о бюджете региона на 2016 год. Будете ли вы там присутствовать? Возможно, какие-то предложения, корректировки? Ну, вот смотрите, публичные слушания, вообще, в общем-то, они в первую очередь, конечно, не для депутатов рассчитаны, Ну, вы это услышите, конечно, еще не раз и не два. Да, у нас будут нулевые чтения, там именно как раз для депутатов, и потом будет еще первое чтение, и второе, то мы как бы плотно очень будем работать с бюджетом. Ну, по-любому, как бы, на общественное слушание, если ничего не изменится, я приду, я обычно на них хожу для того, чтобы послушать, допустим, в самом начале, допустим, бюджет, потому что я еще его не видел и не слышал. Значит, плюс, если все-таки придут какие-то гражданские лица и жители Кировской области и города Кирова и услышать их впечатления о бюджете и их предложения, то если это получится такой, как бы, диалог между властью и обществом, то, ну, интересно послушать, на самом деле. Ну, насколько я помню, в последнее, как бы, время, как бы, этого диалога практически никогда не было. Ну, там чаще всего просто бывают люди из администрации. Да, это бывают администрации, это бывают главы районов муниципальных образований, ну, какие-то еще определенные люди. Конечно, большой активности со стороны там населения, ну, я ни разу не видел. Ну, то есть к вам, как к депутату, люди не приходят и не говорят, Дмитрий Михайлович, вот в бюджете нужно вот это поправить. Ну, смотрите, они немножко не в такой форме говорят, они говорят о тех проблемах, которые есть, и я уже, как бы, слыша их проблемы, я уже сам корректирую, где это может быть и где нам надо добавить, и где нам надо прибавить. Ну, вот из тех проблем, которые сейчас избиратели обозначивают, то есть что-то нужно уже в 2016 году учесть. Ну, у меня в голове, однозначно, я всегда выхожу с предложениями, с поправками, и выхожу со своими там и какими-то точками зрения, однозначно, я, как бы, их для себя там в голове держу, я их накидал, но пока я не увижу бюджет и не услышу его, я, как бы, не смогу вам сейчас точно сказать, потому что, а вдруг, на самом деле, это уже все в бюджете есть. Да, конечно, то тут, как бы, общественное слушание, это есть общественное слушание, это такая процедура. Значит, насколько она эффективна, очень сложно, еще раз говорю, что оценивать, но она есть, и ее проводят, и, по-моему, муниципальное образование города Киров также проводит. Значит, ну, понятно, что когда ты не работаешь с бюджетом, а это все-таки такой продукт, с которым надо работать, и ты его внимательно не читаешь и не смотришь цифры, и не сверяешь, допустим, даже с 15-м годом или с 14-м, на слух там какие-то основные вещи очень сложно определить. Ну, сложно улавливать. Да, конечно. Тогда к вопросу о бюджете, на этот раз уже страны, верстать его будут только на 2016-й год, а не на трехлетку, как было раньше. Такое решение было принято, чтобы снизить возможные ошибки при планировании, ну, и в том числе молниеносно реагировать на изменение цен на нефть. Вот это предложение, верстать бюджет только на год, оно вам вообще как? Можно ли его перенести на Кировскую область, а не только в масштабах страны? Ну, если такой посыл сделан на федеральном уровне, то однозначно будет примерно такое же понимание и на региональном уровне. Насколько это там что-то меняет, ну, мне очень сложно определить, потому что у нас, в принципе, все равно принят там бюджет. Мы же принимали трехлетние бюджеты, да? У нас сейчас он там принят, там, 16-17-й год. Там основные параметры там все есть. Но они уже утверждены. Да, они утверждены. Я думаю, что там на уровне региона для нас это, в общем-то, вряд ли что там максимально изменится в плане каких-то больших изменений. Ведь, знаете, у нас есть такая фраза, там, Кировской области, кризис не страшен, потому что она давно в кризисе живет, да? То у нас вот таких больших падений и подъемов у нас их нет. Мы всегда так жили, тихенько, бедненько, да? То я думаю, что в рамках там региона, ну, по большому счету, изменения, они сильно не произойдут, если мы там... Ну, это то есть те изменения, ладно, сейчас вот мы до 17-го года живем там по трехлетнему бюджету, а если... Нет, нет, мы сейчас там в каких-то определенных параметрах живем все-таки трехлетним бюджетом, потому что он у нас принят. Но мы же постоянно там его корректируем, даже в 16-м году, там, в виде каких-то предложений, каких-то поправок к бюджету, да? Ну, вот как раз по Вашим ощущениям, насколько часто, много и кардинально приходится вносить поправки, и, возможно, Вы уже где-то там задумываетесь в парламенте, что, может быть, мы будем это принимать на один год, чтобы не было этой дополнительной работы? Однозначно это будет происходить, потому что мы до конца сегодня не понимаем сегодня доходную часть бюджета, да? Вот по первому там полугодию мы там увидели какие-то определенные там падения, где-то есть там рост, где-то мы что-то сохранили, но надо четко понимать, что полугодие 15-го года непоказательны, потому что многие там наши налоги и многие там цифры, они перешли с 14-го года, который был не такой тяжелый, как уже 15-го. Мы сегодня видим там провал социально-экономической там ситуации не только там в регионе, а в стране, да? Но это у нас еще все остатки 14-го года. Нам все равно говорят, что кризис затянется там на 4-5 лет. Слушайте, ну, никто не может точно сказать, насколько там кризис затянется. Понятно, что в моем понимании, что мы еще даже не дошли до этого состояния, и, конечно, тяжелый будет год, и 15-й конец, и 16-й, когда мы будем более-менее в конце года уже видеть доходную часть бюджета, мы будем видеть, сколько все-таки на самом деле происходит. У меня есть четкое ощущение, судя по нашему даже бизнесу, который работает в городе Кирове и в Кировской области, ситуация тяжелейшая. Да, мы сегодня видим, что и торговля встает очень плотно, и производство приостанавливается, потому что, к сожалению, доходы населения очень сильно тоже начинают падать, и понятно, что это, в общем-то, такой, как бы, круг, по которому все происходит. Чем выше доходы населения, тем лучше идет и торговля, и производство, и промышленность. Да, оно завязывается. Мы видим сегодня остановку и по строительной отрасли, что одна из самых важных вообще в экономике. И цены на недвижимость. И цены на недвижимость, они там встают, и спрос падает, и много всяких вообще вещей, которые сегодня происходят в экономике, и однозначно это скажется, вернее всего, что на социально-экономическом развитии, и я думаю, что и по социалке мы видим, что будет динамика сокращения каких-то социальных расходов со стороны региональной и федеральной власти. О каких расходах может идти речь? Ну, я думаю, что мы уже и так видим сокращение, вернее всего, что произойдет в 2016 году, и по здравоохранению, и по образованию, и по спорту. Значит, то, в принципе, вернее всего, что под нож попадут все статьи расходов, судя как сегодня принимается федеральный бюджет, а там практически все режется очень жестко, за исключением оборонки. Вот мы там продолжаем определенную гонку выражений, она составляет у нас почти 30% федерального бюджета. Все остальное идет очень большое сокращение. Я думаю, что это автоматически перекинется и на региональный уровень, значит, и на муниципальный. — Если сейчас мы учитываем ту военную операцию, которую Россия ведет в Сирии, то она все равно отразится на регионах с учетом тех денег, которые будут затрачивать на оборонку? — Ну, мы же все здравые люди, и вы там должны четко понимать, я думаю, что в первую очередь, конечно, это слушатель эхо Москвы, что любая военная операция, любое вторжение, любое присоединение — это однозначно сказывается на определенной финансовой, бюджетной составляющей нашей страны. Потому что, в принципе, когда мы сегодня говорим о том, что это, кстати, я услышал по нашим, суперфедеральным каналам о том, что у нас, по-моему, одна ракета точного наведения, которая сегодня применяется в Сирии, стоит 600 тысяч долларов, это в переводе на сегодняшний курс почти 35 миллионов рублей. — Раскидываем на все регионы. — Да, то мы должны четко понимать, что это одна ракета, она стоит 35 миллионов рублей. То понятно, что мы где-то, если ракета полетела, то где-то мы что-то к этой ракете где-то отрезали. — Потеряем. — Да, там надо точно понимать, что любые действия там и в других местах, где мы ведем, да, тоже требуют определенных финансовых вложений. Плюс там, что греха таит, то сегодня присоединение Крыма тоже, как бы, является одним из факторов того, что региональные бюджеты сегодня должны поделиться еще с одним членом семьи там, да. Вот было там 80, допустим, регионов, сейчас 82 стало, к примеру, из-за того, что есть Симферополь отдельно и Республика Крым, то понятно, что денег больше не стало, значит, надо то, что было, поделить уже на большую часть семьи. — Но можно сказать, что на региональном уровне, то есть эта тенденция с 2016, 2017, 2018 году будет увеличиваться к урезанию именно социальных проектов здравоохранения? — Ну, это однозначно произойдет. Мы даже смотрели бюджет 2015 года, мы там сначала, план был на 2015 год, по-моему, что у нас бюджет будет, допустим, 45 миллиардов, мы его сократили до 40, да, вот уже не поднялись. Точно так же там есть рост на 2016 год, мы должны были там зайти, допустим, уже там 47-48, мы реально там, по-моему, снова Симферополь не изменяет, идем тоже в 40. То понятно, что все это сужается, понятно, что расходов там становится больше, а денег становится меньше. Это вполне там, я думаю, что каждый житель, он как бы это видит ощущает и, в принципе, ну, что тут греха таит, там, за все надо платить, да. Это, знаете, как хорошее такое выражение, что жизнь — это как супермаркет, ты заходишь и берешь все, что хочешь, да, а на выходе ты должен за все это рассчитаться, потому что касса стоит в конце, там, да, ты бери, что хочешь, но все равно расчет-то надо будет ввести. Нам сейчас нужно не набрать больше, чем мы сможем расплатиться. Ну, вот смотрите, если мы говорим о том, что где брать и кому не давать, то мне казалось, что мы должны в первую очередь обеспечить внутреннее потребление наших жителей, да. Не только Российской Федерации, в первую очередь меня там волнует Кировская область, то я бы хотел, чтобы мы сначала обеспечили, там, систему образования необходимыми, там, деньгами, здравоохранение, потому что у нас сегодня, к сожалению, бывают те случаи, когда обычных лекарств даже в больницах нет, или там что-то не хватает, да, мы примерно сегодня все понимаем, как тяжело сегодня попасть там в систему здравоохранения и, как бы, получить именно то, что ты бы хотел, там, да. Точно так же это касается всех направлений. Но они и без кризиса хромают. Они, да, они и так хромали, да, а сейчас они будут еще сильнее хромать, потому что, в принципе, если вы, там, посмотрите наш бюджет, то на социалку мы тратим 62% всего бюджета, да, и все равно этого не хватает даже при 62%, то ситуация, конечно, что будет это все урежаться, а что резать еще? Ну вот, собственно, и вопрос, а где еще утянуться? А значит, поверьте, что правительство найдет, где утягиваться. Значит, какие-то будут дополнительные, убранные какие-то группы социальных льгот, там, еще что-то, ну, я думаю, что там есть, где что копаться, и однозначно они найдут. Давайте тогда все-таки резюмируем с бюджетами. Вот для страны однолетний бюджет – это благо? – Так как мы последние все годы жили за счет нефти и газа, то понятно, что для федерального бюджета это необходимость, потому что они не могут сегодня просчитать, а основной ориентир идет на стоимость, там, нефти, да, сколько будет стоить баррель нефти в мире, то понятно, что для них это такая определенная необходимость. По причине того, что очень сложно определить, сколько сегодня на самом деле будет стоить нефть, там, в 2016 году. Кто-то говорит, там, что она будет, там, снова стоить 100. Но, на самом деле, я в это не верю. Кто-то говорит, что она может опуститься и до 30. Даже президент Казахстана сказал, Назарбаев, что своим чиновникам, что готовьтесь к 30 долларов. – То есть произойти-то может все, что удобно? – Да, может произойти все, что удобно, но мне кажется, что мы сегодня стоим на такой, как бы, реальной стоимости нефти, но шансов, что она пойдет кверху, меньше, чем шансов, что она пойдет в ниже. Потому что мы сегодня должны четко понимать, что даже экономические трудности, я имею в виду, что спад экономики даже происходит в Китае. А Китай – это основной потребитель всего этого. То нельзя сказать, что у них кризис, да, но темпы роста начинают останавливаться. – Но может случиться. – Что может случиться? – Кризис в Китае. – В Китае? Ну, слушайте, кризис ведь это, знаете, не так страшно, как нам всем думается. То, конечно, и Китай не имеет полное право… – Но главное, чтобы это на нас просто не отразилось. – Да, ну вот смотрите, чем отличаются кризисы в разных странах. Допустим, у нас там по каналам везде говорят, что там в Европе какой-то уже кризис идет чуть ли не 10 или 5 лет, там все плачут и ревут, да. Но на самом деле на бытовом уровне, там для большинства, он, в общем-то, мало ощутим. Да, испытывают крупные компании какие-то проблемы, там испытывают, наверное, какие-то там государственные структуры, там банки. Но на потребительском уровне, на уровне там населения это не так значительно чувствуется. У нас, к сожалению, любой кризис в первую очередь бьет по… – Обычным людям. – Обычным людям, да. И в этом весь вся и опасность этого кризиса, потому что когда говорят о том, что у нас в стране кризис, и мы все понимаем, что кризис у нас, это не у власти кризис, не у банков кризис, не у крупных государственных компаний. – У конкретных людей. – Да, да, это обычных людей. То вот тут надо четко понимать, там кризис, он на кого рассчитан в каждой стране. То, что там может быть в Китае, конечно, может быть в Китае. Ну, Китай такая же страна, как и все. Но я думаю, что у Китая сегодня очень большие запасы, вообще экономического запаса, который им позволяет там справляться со всеми их трудностями. Тем более они же буквально 2-3 месяца назад там делали падение по юаню, они его выравнивали чуть-чуть, да, что в принципе привело к тому, что они стабилизировали ситуацию. – Ничего у нас, к сожалению, не получилось. – Ну, у нас получилось, видите, как мы, самая крупная в 2015 году страна, и в 2014 году где так рухнула национальная валюта. Ну, нигде так не рухнула. И понятно, что это очень на самом деле странно, почему в такой супердержаве, где угли и водороды, и где все нам говорят хорошо, на самом деле так падает национальная валюта почти в два раза. – И тогда завершим уже этот вопрос, и по бюджету однолетнему для Кировской области стоит, не стоит? – Нет, но это будет принимать решение, наверное, губернатор и департамент финансов. – Нет, ну понятно, что на каком уровне приниматься решение. – Если они считают, что это эффективнее, это лучше, то, конечно, они это примут, и будем мы жить по одному, там, одногодичному бюджету. Для Российской Федерации, я еще раз хочу сказать, это необходимость. Сегодня социально-экономическая ситуация и падение стоимости нефти их заставляет жить таким способом. – Прервемся мы на небольшую рекламу, потом продолжим. Возвращаемся в эфир. Особое мнение в студии Дарьи Таткузлеева и мой сегодняшний гость – депутат областного законодательного собрания Дмитрий Русский. – Дмитрий Михайлович, на прошлой неделе появилась информация о том, что экономический факультет сельхозакадемии нашей не прошел госаккредитацию. В ВУЗе это объясняет позиция Миноборнауки. Якобы экономическое направление, оно непрофильное для сельхозвуза. И то есть студенты сейчас по факту оказались в ситуации, что им нужно брать документы, куда-то бежать, где-то устраиваться. То есть как сейчас людям действовать, на ваш взгляд, вообще как эта ситуация могла произойти? – Ну, на самом деле, Дарья, мне очень сложно оценивать там ситуацию, тем более если за этим сейчас стоит Минэкономразвитие, Минэкономнаука, а вернее все, что это Министерство образования Российской Федерации, то, наверное, у них есть какая-то определенная стратегия, и они понимают, что сельскому хозяйству экономисты не нужны. Ну, как по-другому это понять, да? Видимо, сельское хозяйство, там у них какой-то другой профиль, они, видимо, экономикой не занимаются. Значит, но то, что там сделано и то, что там совершено, уже сегодня там, это реальная вещь, да? Фактически, я как правильно понимаю, что у них отозвали лицензию. – Ну, получается, да, то есть они уже, студенты эти могут, у них реальная замаячила возможность, что они не получат просто дипломы установленного гособразца. – Да, потому что, в принципе, как бы с какого-то периода УЗ не может преподавать сегодня экономику. Ну, на самом деле, ведь мне некоторые вещи, то, что происходит в нашей стране и в системе образования, мне там, как бы, моим умом не понять, да? Там очень странные вещи происходят, на самом деле. Это, видимо, на мой взгляд, одно из какого-то решений, которое мы пока, наверное, понять не можем, и будем надеяться, что оно все-таки чем-то было подпитано. – Ну, вот у нас в редакции возникла дискуссия по этому поводу, связано ли это с созданием вот этого опорного ВУЗа на базе Политехнического университета. Коллеги говорят, что не связано, и мне какие-то тут все равно нитки видятся. То есть, получается, что мы получаем очень огромный ВУЗ. Здесь у нас все равно есть экономика, и в ПЕДЕ есть экономика, и понятно, что какие-то конкуренты, возможно, этому большому опорному ВУЗу не нужны. Или это уже теория заговора? – Да, это больше, конечно, теория заговора, потому что, в принципе, наша сельхозакадемия, она, думаю, не будет каким-то там сильным конкурентом или соперником для такого громаднейшего ВУЗа, который у нас сейчас создается путем слияния. Я думаю, что там не такой большой поток, и на самом деле это, наверное, все-таки немножко не так. Но, по крайней мере, какая-то стратегия и линия, наверное, у Министерства образования Российской Федерации есть. И то, что мы сегодня видим о слиянии двух ВУЗов, где фактически, как я вчера прочитал по данным, что будет учиться только на очном обучении 10 тысяч человек, и бюджет этого ВУЗа будет 2 миллиарда рублей, там надо четко понимать, бюджет города Кирова 9, а здесь ВУЗ 2 миллиарда. То громаднейший потенциал, в первую очередь финансовый, то, в принципе, наверное, какая-то основная стратегия будет выработана. Еще раз хочу сказать, что там бюджет громаднейший. Если в городе Кирове живет полмиллиона, у нас бюджет 9 миллиардов, то здесь как бы 2 миллиарда и учащихся, как они видят... Бюджет не каждого города в Кировской области. Да, 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 такого нет бюджета у других городов. Я думаю, что это, по-моему, даже у Кирова Чепетска еще поменьше. То с этой точки зрения, там, хочу сказать, что потенциал громаднейший. Как он будет работать, как он будет использоваться, покажет время. Сейчас я в этом плане не совсем профессиональный человек, даже, можно сказать, вообще не профессиональный, то мне сложно оценивать. Как бы есть определенное движение, надо посмотреть, какой будет результат. Ну вот, о конкуренции уже заговорили, а ректоры и Валентин Кугач, и Валерий Теодорович, они заявили, что этот новый ВУЗ, он никакой монополии на рынке образовательных услуг в Кировской области не создаст. Ну, потому что она уже и так создана этими же ВУЗами. Но, с другой стороны... А не усилится ли она? Вот, мне кажется, что с годами у нас будет все-таки тенденция следующая. Я думаю, что будут основными опорными институтами, это государственные институты. Я думаю, что очень будет сильно сокращаться количество коммерческих ВУЗов. То есть, это повлияет именно на коммерческие ВУЗы, в первую очередь? Ну, я думаю, что, давайте честно говорить, не про все, но большинство коммерческих ВУЗов занимаются коммерческой деятельностью. То, в принципе, каких они выдают специалистов и какие дипломы, фактически, там, родители, в первую очередь, или там, сами ребята платят в течение пяти лет за обучение, и это довольно-таки немалые деньги. И при окончании этого ВУЗа, получая их диплом, они понимают, что, в принципе, они не могут никуда на работу устроиться, потому что он, как бы, ну, ни на что не влияет. Он не является каким-то таким документом, по которому там тобой сразу же заинтересовались. То, наверное, понимая сегодня, что у нас уже там перебор коммерческих ВУЗов, а их реально, я думаю, что перебор, и то, наверное, Министерство образования Российской Федерации пойдет по их сокращению. Ну, то есть, таким полуискусственным способом. Ну, он не полуискусственный, он, в принципе, вполне государственный. Так очень многие государства делают и по такому пути идут. Потому что... Во благо. Ну, я думаю, что да, потому что, вот смотри, мы должны четко понимать, что там, я еще заканчивал школу еще при Советском Союзе, да, и у нас там были только государственные ВУЗы, туда не было частных каких-то. И при этом у нас из класса там сразу еще, там, в конце 10-го, начале 11-го мы понимали, кто пойдет в институт. Пойдут самые умные, кто на самом деле хорошо учился. Их было от силы в классе у нас 10%. А все остальные, там, в техникуме, там, кто хотел сразу на работу, кто в армию, кто рабочие специальности смотрел. Я ведь никогда у нас не казалось, что там в наше время, что они какие-то неправильные эти рабочие специальности. Никто не считал, что это какое-то унижение, это там люди второго сорта работают. Но сейчас уже считается. Сейчас, к сожалению, это считается, но при всем при этом мы видим, что у нас практически сейчас у каждого второго, или там почти не у всей молодежи, там есть, допустим, вузовские документы, что они закончили, а на самом деле там решить проблему с их трудоустройством, и именно то, что они хотели, практически, я думаю, 90% не существили. То, в принципе, что-то самих себе обманывать. То сегодня мы там как раз и подходим, видимо, к той черте, как вот я тебе рассказал, что, наверное, в государственных вузах должны учиться самые умные, которые там состоят определенный такой экономический потенциал в будущем и территории Кировской области, и Российской Федерации, да. А всем остальным должны быть предложены там технические специальности, технические какие-то рабочие места. То есть нет больших талантов делать втулки. Тоже полезная работа. Ну, а чем, знаешь, у меня есть четкое понимание, что лучше быть хорошим вагоном, чем плохим паровозом. Да, то в данном случае можно быть хорошим специалистом и получать вполне достойную зарплату, делая что-то руками. Ну, я сама, на самом деле, иногда задумываюсь о том, что я бы сейчас променяла бы свое одно высшее образование лучше бы на пять каких-нибудь технических. Вот видишь, и мы все равно рано ли к этому придем, потому что, когда все с высшим образованием, и никто не может устроиться на работу, и это все непонятно, и непонятно, как мне многие ребята спрашивают, молодежи, а зачем мы учились в институте, если мы, в принципе, все равно не можем ничего найти, не только по профессии, а вообще даже какую-то близкую работу, да, то сегодня очень часто встречаешь, особенно там в крупных городах в Москве, там торгует молодой человек, очень приятный, и видно, что он не глупый и все прочее, значит, обычными телефонами в сотовом связи, да, и при этом, когда с ним разговариваешь, он говорит, что я закончил там ГИМО или МГУ, да, ну, тогда вопрос, а зачем заканчивать такие институты? Еще треть этих людей, они кандидаты какие-то. Да, да, то тут я думаю, что все равно какая-то линия в какую-то сторону, она все равно будет склоняться, и они все равно пойдут по этому пути. Я не думаю, что какие-то заговоры, там, кто-то против какого-то института, вуза. Есть какая-то логика, есть какая-то, наверное, направленность политики. Главное, чтобы это все прошло безболезненно и для студентов, и для преподавателей. Вот у нас вот как бы поломать все гораздо проще, чем построить. То в данном случае, чтобы вот если что-то бы и менялось, то оно должно там четко проходить по системе, что никто от этого не пострадает. Вот это, наверное, главная задача вообще на сегодняшний день. Хорошо, поняла вас. Тогда перейдем от глобального вопроса к более частному. Думаю, успеем еще обсудить. Парковка на Комсомольской площади. Владимир Быков, глава города, сказал, что пока она будет бесплатной, но, возможно, в будущем будут брать деньги, но в том случае, если машина стоит там больше часа. Такой вопрос, как это отрегулировать. Ну, вот, то есть, во-первых, вопрос, как это будет технически. То есть, это будет там сидеть человек, который будет считать это время по билетам, по талонам это будет делать. Ну, смотри, надо четко понимать там, в чьей видении она останется. На самом деле, там, может быть, и организовать этот процесс не так сложно. Это, в принципе, работает во многих аэропортов города Москвы. Ты когда заезжаешь, берешь талончик, там компьютеры... Это на многих парковках, и в Европе эта система работает. Да, в Европе это есть нормальная там, да, эта система. Ну, дай бог, но у нас чаще бывает того, что там хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, я не исключаю, что, может быть, в какой-то момент этот же господин Быков решит своим решением передать какой-то знакомой или очень хорошей организации близкой, и они получат этот участок земли, и там и организуют там парковку. Конечно, она будет в основном ориентироваться на коммерческую часть, там, да. То есть, могут просто передать в аренду под содержание, вы запишите и зарабатываете. Ну, у нас же это, помните, было в центре, когда вот был на Комсомольской, там же отдавали... Ну, да, там же был этот скандал, там же парковки. Да, там все очень ругались, там, все люди, которые туда приезжают, и была большая проблема, но это было. Значит, тут как будет, я, честно говоря, очень несложно судить, я вообще не могу просчитать там даже на один шаг, там, городскую администрацию, потому что она живет какой-то своей жизнью, совершенно там, для меня непонятно. Значит, но, тем не менее, как бы, если это будет вот так, как ты говоришь, то, в принципе, ну, это, наверное, такой рабочий процесс. Может быть, тут это, на самом деле, там, после, там, шести часов вечера имеет право, там, соседние дома, там, стоять, как, на парковку эту машину, да. Ну, да, тут просто возникает вопрос. Как это все правильно организовать, могут ли правильно... Для тех, кто приехал на вокзал, тогда не надо там долго стоять, то есть, вы встретили, проводили, уезжайте. С другой стороны, мы понимаем, что этим могут воспользоваться как раз близлежащие дома. Вот, чтобы учесть все интересы, ну, надо к этому очень серьезно подойти, потому что, на самом деле, проезд на наш вокзал, он ужасный. Не припарковаться, не проехать, и ситуация, на самом деле, на вокзале тяжелейшая. И если это поможет разгрузить вот эти подъезды и выходки, и это будет удобно для жителей города Кирова и Кировской области, то это все будет... Почему бы и нет? Почему бы и нет? А, удалось вам уже оценить парковку эту? То есть, там уже и парковка, и пешеходная зона, в принципе, сделаны? Ну, мне, в принципе, все понравилось. В принципе, это стало похоже на какую-то там цивилизованную территорию. Выглядит круто достаточно. Да, это выглядит хорошо, тут нельзя ничего сказать, вопрос там, почему там раньше это как бы не делали. Мы просто удивились, насколько быстро все сделали. Ну, слушайте, когда вопрос стоит там принципиальности и показать, что мы все-таки парни-то хорошие и бравые, зря вы о нас плохо думаете, что мы тут выгоняем кого-то из предпринимателей, да, то в этом, конечно, власти очень быстро все это делают. Но, как бы, им надо, вот, как бы, вот, цель, если ее надо достичь и показать, то они, конечно, это совершают, их бы еще рвение в других направлениях такое же было. Будем надеяться, что городская администрация продолжит так же хорошо работать и по другим направлениям, а мы на этом заканчиваем. В студии была Дарья Тепузлеева и мой гость, депутат областного заксобрания Дмитрий Руссов. Дарья, спасибо, и всем слушайте, мы хорошего дня. Спасибо вам, до свидания.